итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал ну что вот мы с вами встретились расскажите как ваши дела где вы были как вы были что вы делали как вы жили все это время потому что мы с вами потерялись и суть по всему даже не не искали друг друга во всяком случае у меня никаких комментариев подобных на канале не было типа где ты что-то что там постучилось в общем ничего такого не было но это нормально сезон выпусков нормально что люди увлечены своей жизнью отдыхают вообще это норма так и должно быть вот я тоже совершенно сознательно взяла такой тайм-аут решила отдохнуть расслабить мысли подумать о чем-то новом о новом контенте возобновить наконец-то свои рубрики о минимализме о психологии почему нет в общем думала всякие темы писала просто жила хотелось как-то эти пожить без без камеры в руках посмотреть так сказать на жизнь прямо они через объектив то в конце концов так она пролетит не заметишь в общем ну ну вот так до жара ослабила значит свою хватку и мы немножко отдохнули наконец-то наступило то лето которое я люблю когда море энергии когда день кажется бесконечным когда каждый день проживается в удовольствии но просто вот благодать конечно не все еще жаркие но уже к вечеру резко падает температура и очень свежая ночь в общем 20 22 вечером ночью и утром то есть прекрасно высыпаешься и вот встаешь уже 5 утра и готов готов так сказать прожить это длинный насущенный день особо ничем не занимались продолжали озеленять нашу веранду на фоне знаете всех вот этих жутких катастроф которые видишь в новостях но я телевизор не смотрю и просто в рекомендациях выходят видео там пожар там там горит просто какой-то апокалипсис еще больше знаете энтузиазма появилась в плане озеленения думаю что хоть у меня тут вот хоть какая-то знаете природа но сохранится купили три кустика черники один нам кустик дали в подарок это у нас четыре значит встав просто прелесть не то чтобы мы так хотели прям поесть черники просто здесь это достаточно популярно выращивать этот кустарник также популярно как у нас там на даче выращивать смородину крыжовник или малину поэтому поэтому вот такой вот выбор это был выбор мужа но не все равно главное зелено главное хорошо красиво будем выращивать все мое продолжает расти слава богу жара не убила мои растения но пока еще до цветения еще далеко что меня конечно огорчает мне такое ощущение что они не успеют затвести до до октября не успеют а с октября уже все будет поворот на зиму не то что на зиму такая будет уже осень и прохладненько даже ливенькая зима тут не особо суровая но все равно в общем жили мы жили жили не то жили о чем видео хотела поделиться с вами просто какой-то комичной истории это просто какой-то анекдот я конечно думала что 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 со мной всякое может в жизни случаться но не такое в общем только не спешите мне писать поздравление потому что я считаю что поздравлять мне не с чем на днях я решила сделать тест нет не тест на уровень айкью нет тест сами догадайтесь какой тест и вот этот тест показал две полоски две полоски и все как бы окей все по сценарию мы как бы не против и мы работали над созданием детей это нормально что якобы они у нас типа получились это было ненормально что они у нас не получались все это время наших отношений на протяжении всех наших отношений у нас дети не получались я не распространялась на эту тему ну как бы вот теперь говорю да что это этого не было но я не паниковала как есть так и есть как бы приняли эту мысль философски и вот значит мой муж пристал значит ко мне с этим тестом у меня естественно не про не просто так он пристал у меня скажем так задержка не очень то я люблю вот эти все бабские подробности ну скажем тогда вы поняли кстати задержка это можно сказать мое второе до меня это ничуть не удивило задержка это мое мое второе имя потому что у меня по моим 32 годам курс курсов и цикл так и не установился и это меня особо никогда не беспокоило потому что к этому есть определенные предпосылки у меня нет проблем по здоровью она мне ощущение женской здоровье никогда не беспокоило и уже где-то там студенческие годы когда девочки между собой обсуждали какие-то свои проблемы по женской части у кого-то там какие-то то полипы то кисты то то все то препараты назначают какие-то там черные операции у меня это вообще ничего не было и так вот до 32 лет я и дожила вообще как-то беспечная беспечная такая козочка которая вообще не переживает в женском здоровье потому что переживать нечего не о чем у меня никогда ничего не беспокоило вообще к счастью тьфу 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 постучать и но вот цикл не установился на то есть причины как я считаю конечно небольшие гормональные есть там сдвиги не критичные конечно но они есть у меня небольшой дефицит массы тела то есть если смотреть по таблице соотношение роста и массы тела мне конечно наблюдать определенный дефицит то есть я бы должна весить как-то побольше все-таки чем я вешу это у меня на протяжении всей моей жизни я себя не особо не изнаряла никаким диетом такой вот немножко пониженный вес поэтому это нормально что у человека с пониженным весом не очень-то регулярные вот эти женские дни я привыкла с этим жить поэтому меня мои какие-то задержки эти отсрочки вообще никогда не беспокоили но когда-нибудь там придут нормально ничего не болит ничего не щемит никогда у меня никаких каких-то тревожных симптомов по здоровью нет и вообще жалоб нет и вообще все нормально и вот значит в очередной раз это происходит и муж начинает мне доказывать сделай тест сделай тест сделай тест сделай тест сделай тест ну ты понимаешь я говорю ты знаешь что у меня постоянно вот это происходит эти задержки я говорю я женщина но это моя такая теория что если все-таки женщина вдруг значит в ней зародится жизнь то она как бы сразу должна это понять не сразу но со временем поймем да кстати девушки у которых есть дети пожалуйста напишите мне это так или я ошибаюсь то есть мне кажется что женщине же женский организм ее всегда подсказывает что что-то не так что произошли какие-то изменения что да там возможно у тебя в организме в твоем животике зарождается новая жизнь это моя чистая теория потому что я никогда не была беременна поэтому я не знаю но это была моя теория мне кажется вполне логично что женщина должна понять я говорю ну щетками пристаешь я женщина если я буду положение это конечно пойму что вот этот тест и тетрадь тенелся с прошлого года лежат сейчас цельная наня как тебя все все начнется нет вот ты упрямая сделай я тебе сказал тебе что так трудно я думаю ну ладно первые там два раза я как-то соскочила и он забыл ну ладно забыл и все и вот он опять на днях это было вот на днях начали у меня дети я думаю ладно все что трепать нервы надоел надоел думаю сейчас уйдет на работу с утра встану сделаю сразу фотку сделаю и отправлю все отстань и значит весело так бодро встала с постели пошла значит делать тест не успела открыть коробочку можно сказать буквально чихнула рядом с коробкой и у меня две полоски понимаете это конечно шутки но я примерно так эту ситуацию вижу потому что просто моментально моментально две ярких таких полоски вот он валяется у меня код заиграл на тест в общем две супер ярких полоски они со вчерашней немножко побледнели как будто знаете я их фломастером начертила вот такие вот и прям моментально не знаю может быть тест какой-то испорченный корица открыла коробочку не успела еще что-то уже все уже резко у меня две полоски ну конечно шучу да я провела все необходимые манипуляции на просто то ли секунды и все эти две полоски потом я уже походила погуляла уже поел много раз уже ходила там туалет маленькому как бы считается утренний он самый точный но так написано везде и думаю ну ладно еще в обед сделано всякий случай в обед тоже две но более такие уже светлые ну и думаю ну что у меня реакции никакой я как-то представляла себе раньше что у меня просто будет какое-то мое счастье куда просто ну эмоциональный куда всплеск я представляла что это конечно когда не может случиться и я вам тоже это расскажу конечно я думаю что не сразу расскажу пройдет какое-то время да все таки что-то может пойти не так сорвется и так далее чтобы не заглазить и ну в общем у меня не было никакой реакции потому что для меня это просто какая-то недостоверная информация у меня вообще нет никаких ощущений того что я стану матерью то есть мой организм работает в обычном режиме да если вот читать там сколько у меня дней задержки кстати в плане дней мой рекорд еще не побит то есть у меня обычно бывает и дольше совершенно нормальная ситуация для меня то есть пока еще знаете мой рекорд не побит мои сроки не вышли по задержкам те которые обычно бывают поэтому паники и соответственно я совершенно ничего не чувствую хотя вот по этому количеству дней да я посмотрел видео и получается что я уже прям так должна быть конкретно в положении прям конкретно у меня уже должны быть толстые окна которым должны ощущаться просто супер там симптомы говорящие о том просто кричащие что женщина ты в положении женщина задумайся но у меня совершенно ничего не естественно это для мужа это совершенно не убедительно и он уже все то есть как у тебя нет две полоски давай исходим в больницу я говорю давай исходим просто не трепи мне нервами на этой неделе давай на следующей неделе мы с ним договорились конечно следующей неделе здесь ничего не изменится никаких не что там произойдет перемен в моем организме я говорю давай просто такая ситуация ну я думаю девочки меня поймут что не очень не очень-то понятна ситуация давай ты молчи об этом да не надо никого рассказывать потому что это как-то очень странно ты там всем начнешь триндеть что у тебя ребенок что ты станешь папой и потом окажется что это неправда там близкие там переживать скажут будут будут думать что может быть там что-то сорвалось что-то какая-то какая-то нехорошая история произошла зачем вот этим людям людям роднее лишний какой-то негатив говорю давай ты сохранишь это в секрете да я понял я понял всю ситуацию да эти конечно понимаю ни в чем мы не уверены да мы никому не будем рассказывать и значит уже во второй половине дня что я делала маску кажется я делала для ног я закончила уборку значит помылась и подпилила ногти и намазала крем на руки и для ног значит маску решила сделать которую я вам показывала как-то в своем обзоре наконец-то нашли руки ни о чем вообще в деньги на ветер с таким же успехом можно просто крем в ноль по нас такой же в общем сижу я вся вот это надела вот эти супер носочки из этого пакетика сижу и приходит мне на телефон смс-ком от брата мужем значит он мне присылает большое большое вирс веселое сердечко который раскидывает радость на руки приплясывает это сердечко и у него над головой над этим сердечком песня поздравляй я такая смысле сначала устроила конечно разъёб мужу это что ты сказал что пока мы ни в чем не уверены ты не будешь там всем рассказывать да либо же если ты рассказываешь ты говори как есть то есть говорить как есть это слишком долго вот как я вам сейчас рассказываю ситуацию слишком долго каждому объяснять зачем вообще говорить естественно я вам сейчас во всех красках описываю что и как то он естественно там не будет заморачиваться каждому рассказывать что вот как бы да ну как бы нет это не точно может быть там какая-то ошибка Зачем? Да, ну вот я только сказал своему брату. Я говорю, ну вот ты сказал брату, брат просто разболтает всем. Я, значит, пишу брату, пишу, что это не брату, брату мужа, потому что это он мне, значит, прислал вот это сердечко поздравительное. Я говорю, это ещё не точно. Потом, если что-то будет известно, тогда сообщим, но это, конечно, спасибо, говорю тебе, но это не точно. Поэтому отбой, да. Но было уже поздно, и у мужиков началась беременность головного мозга. У них началась беременность головного мозга. То есть один у нас уже отец, а другой у нас уже дядя. И при всём при том, что женщина, то есть я совершенно отказывается признавать своё положение, они уже всё, они уже вжились в роль. Этот раздаёт советы там по телефону, что мне не надо стрессовать, мне не надо волноваться, я должна просто расслабиться. И всё, у меня должно быть супер хорошо. Звонит также моему мужу, ему там раздаёт советы. Муж, значит, командует, что он мне делает. Вчера мне вдруг, я тянусь за кофе, он такой, ты что, собралась пить кофе? Я говорю, да, а что такое, что нельзя мне кофе попить? В общем, я на него так посмотрела, с таким взглядом, я говорю, так, прекращай мне вот это вот всё. Ну, свои какие-то правила устанавливать, это что такое. Во-первых, я не чувствую себя женщиной в положении, а во-вторых, я что-то нигде не слышала, что женщинам беременным нельзя кофе, это что такое. В общем, началось какое-то, как я уже сказала, это просто диагноз. Диагноз у них беременность головного мозга. Начались какие-то преследования, какие-то советы. И самое интересное, это просто советы двух мужчин, которые чуть ли не до 40 лет, знаете, ходили в холостяках. Один, слава богу, женился на мне, второй продолжает ходить, но при этом они просто супер-эксперты. Они забеременели, они супер-эксперты, они всё знают, что мне надо делать, что мне можно, что мне нельзя. Просто муж начал контролировать каждый мой шаг. Я вчера с разбегу плюхнулась на свою кровать в своей комнате, и он такой, что ты делаешь? Ты сам охранник, никаких движений, тихонечко, тихонечко. Я думаю, боже, какое-то у них, знаете, извращенное представление о течении беременности. Женщины же там гимнастикой занимаются, физкультурой, это очень даже полезно. Там гимнастика очень популярна для беременных женщин и так далее. Это вообще полезно, да, чтобы лишний вес не набирать, и мышцы, чтобы были сильные, чтобы хорошо работали все мышцы. Но у меня вот происходит вот такая вот ситуация, и действительно, если всё это в ближайшее время не разрешится, они меня просто заканают. Вот такой, вы знаете, тест-драйв того, какая у меня будет беременность, если она у меня будет. Да. Потом я, конечно, полезла в интернет посмотреть, почему такое вообще можно, что такое за аномалия. Ну, есть вариант, что просто тест не очень, в общем-то, настоящий. Тесты хорошие, они качественные, но есть одно, ну, они валяются с прошлого года, они два лета пережили на адской жаре, да. А если в аптеке они там лежат в прохладном кондиционированном помещении, то тут они просто в коробке, в жару, в лютую валяются. Срок годности не стёк, может, могли как-то подпортиться. Видео в интернете, видео, где показывают, прямо на примере, что бывает такой тест, что реагент какой-то там перетекает просто на соседнее, значит, местечко вот это, и получается у тебя автоматом очень быстро сразу две полоски беременности нет. То есть вот такая вот бывает ситуация. Вторая распространённая ситуация – это так называемая биохимическая беременность. Вот это вообще очень интересно. Я, конечно, давно, много лет об этом слышала, и вообще давно интересуюсь темой беременности, не потому что я там помешана на этом, а просто я женщина, и мне всегда казалось, что это может когда-нибудь случиться, или было бы интересно просто, ну, что-то знать об этом вообще даже в теории. Даже если бы у меня всё равно не было детей, это имеет прямое отношение к женскому организму, к женской функции репродуктивной. И даже любая, мне кажется, молодая девушка должна интересоваться этой темой, даже если она не планирует детей. Это тоже будет полезно. И знать, если она даже ничего не планирует, чтобы знать, что надо, чтобы их действительно не было, потому что живём в 21 веке, стыдно как-то быть непросвещённым человеком, не то, что стыдно, а даже как-то опасно и глупо, да, потом идти на какие-то радикальные меры, если там у тебя какие-то нежеланные беременности. Это всегда так травматично для женщины. Я не буду высказываться как-то негативно на тему абортов, там, ваше тело – это ваше дело, да, но вот применимо к себе, я всегда думала, что ну, есть же миллион способов избежать каких-то там нежелательных последствий, ведь это тоже нагрузка на организм. Ну, понятно, там, может, тебе ребёнок не нужен, но ты же подвергаешь и свой организм каким-то манипуляциям, которые впоследствии могут привести к негативным последствиям. Поэтому зачем это вообще делать, если всего этого можно прекрасно избегать? Поэтому, наверное, тема интереса к женскому телу, к репродуктивной системе, к беременностям и так далее. У меня достаточно давно, ещё в школе я ходила на какие-то просветительские курсы, это было интересно, да. То есть, возможно, благодаря этому я избежала каких-то там в своей жизни нежелательных беременностей, каких-то неприятностей с женским здоровьем, именно благодаря вот этому просвещению. Хотя некоторые родители категорически против, они считают, что не надо. Ну, я скажу, что да, слишком рано не надо детям это рассказывать, но нам не рано рассказывать. Нам рассказывали где-то в девятом классе, немножко уже начали рассказывать про женский организм, а десятые, одиннадцатые уже были такие разговоры уже на тему интимной жизни, беременности. То есть, очень полезно, кстати. Я за, я за, но слишком рано там каким-нибудь пятиклассникам это рассказывать, мне кажется, у нас это жесть. Ну вот. Да, и достаточно давно я узнала о том, что такое биохимическая беременность. Когда женщина приходит там со своей первой беременностью, например, к доктору, и её доктор спрашивает, это ваша первая беременность? Все женщины говорят, да, это моя первая, первая. При этом многие женщины не подозревают, что это там не первая, а может быть там двадцать первая. Процесс зачатия, это очень такой волшебный в какой-то смысле процесс. Это так со стороны, когда не отдаёшься, кажется, что это просто там женщина беременна, просто как нифиг делать. На самом деле там много факторов должны совпасть. И бывает так, что мы за свою жизнь бываем типа беременными много раз, но мы об этом не знаем, потому что какая-то маленькая задержка, приходит менструация, и в общем биохимическая беременность это когда как бы процесс оплодотворения произошёл, но плодное яйцо так и не закрепилось в стенки матки и просто вместе с месячными вот это вот всё там пщук и вымывается. Конечно, когда говорим мы плодное яйцо, такое представляется чуть ли не страусиное такое, знаете, плодное яйцо такое щух и вышло, значит, вместе с критическими днями. На самом деле речь идёт о микроскопических структурах, и, соответственно, когда ты живёшь половой жизнью, может быть, даже у тебя какое-то случайное происходит оплодотворение, но вот это вот не закрепилось, и это всё с месячной выходит незаметно. Ну вот там позадержалась на несколько дней, там написано от нескольких дней до полмесяца могут быть задержки, и всё, и женщина думает, что это просто обычная задержка, связанная со стрессами, с особенностями организма, и даже не в курсе, что у неё есть вот таких вот множества несостоявшихся беременностей. Ну, приходят в нашу жизнь тесты, которые, конечно же, очень полезны, с одной стороны, а с другой стороны, некоторых вот людей ставят в какие-то странные ситуации, либо расстраивают, особенно расстраиваются женщины, которые прям ждут свою, ну, как бы помешаны, фанатичные. Не скажу, что ждут, есть женщины, очень фанатичные, там помешанные, которые там постоянно идти, тесты, 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 и буквально оплакивают каждую свою сорвавшуюся беременность, потому что, которая даже бы ещё не являлась полноценной беременностью, то есть не закрепилась, вот это вот теле матки, это ещё не закрепилось, то есть это не было ещё в полной мере ребёнком, но из-за того, что у женщины есть вот эти тесты, из-за того, что она может увидеть этот повышенный уровень ХГЧ, с помощью теста, да, когда вот эти вот полосочки появляются, женщина постоянно на это тестит, тестит, она может переживать очень много стрессов, видишь, что там, вот, вот, у меня же, кажется, была беременность, и где она, где она, пришли месячные, значит, она сорвалась позже, и оплакивать вот эти все свои, все свои, не то что детей, а просто свои яйцеклетки оплакивать оплодотворённые, называя их своими не родившимися детьми, это, конечно, паранойя, и это паранойя, да, и вот этот стресс пришёл в жизнь женщины только из-за тестов, да, потому что раньше женщина, если она не делает тест, то она как бы и не узнает это, и не будет вот этого стресса, и не будет всех этих непонятных историй, ну, задержались и задержались, вот, там, пришли дни политические, начались, ну, пришли и пришли, нет вот этих переживаний, поэтому такой вот прогресс, и домашние вот эти методы определения беременности современной, они стали для некоторых травматичными, это я такой человек, что я не переживаю, например, да, то есть я думаю, что, скорее всего, ничего не будет, никаких детей в этот раз, я очень удивлюсь, если они будут, это просто будет история века, знаете, как эта передача, я не знала, что беременна, кстати, я когда смотрела эти передачи, я всегда думала, что это либо женщины, какие-то такие, знаете, супер-безалабенные, которые настолько пофиг на себя, что они реально не замечают какое-то время, что они там беременны, либо у них вообще какие-то большие проблемы по здоровью, либо они, не знаю, какой-то непонятный образ жизни ведут, что их на постоянной основе там мутит, и что-то где-то у них там болит, и поэтому они принимают это за признаки очередного там похмелья, либо же мне казалось, что это, знаете, какая-то такая психологическая проблема, когда женщина в результате какой-то психотравмы просто не хочет признавать свое состояние, несмотря на то, что у нее есть все абсолютно признаки беременности, она их просто отрицает, потому что у нее есть какой-то страх перед беременностью или родами. То есть когда я смотрела вот это вот шоу, кажется, я смотрела вообще по телевизору, но когда это шло по телеканалу Ю, кажется, могу я ошибаться. То есть это очень давняя передачка, не знаю, сейчас выходят ли новые какие-то, но когда я его смотрела, вот это вот, я не знала, что беременна, это были какие-то такие старые выпуски, это было очень давно. То есть мне казалось, что это вот такое отрицание, потому что у женщины какая-то психотравма, и она, несмотря на все свои симптомы, до конца просто отрицает. А потом такая, ой, я решила пойти в туалет, и думала, что у меня хочется какать, а я за саму дневную делу. То есть для меня это все было немножко комично, и будет достаточно, знаете, любопытно, если вдруг я действительно в положении, и я типа без всяких симптомов. Вот такая история, что вы думаете, рассказывайте свои истории. Если у вас были тоже какие-то такие необычные опыты, делитесь своими знаниями, которые у вас есть, если кто-то уже проходил через это. Итак, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, Пока-пока!